Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Футбольное обозрение и я, Евгений Минархович. Сегодня в этот погожий апрельский денек на стадионе Юность Славия Музы в рамках третьего тура чемпионата страны принимает Сморгонь. Матч третьего тура чемпионата страны по футболу высшей лиги Наша Славия Музы вообще-то должна была проводить на выезде. Но по просьбе футбольного клуба Сморгонь из-за неготовности тамошнего футбольного поля встреча была перенесена в Музырь. На стадион Юность и довольно приличное для этого времени года натуральное поле ждало команды, а трибуны зрителей. Они в количестве 1153 человек, согласно протоколу, посетили этот спортивный матч. Решили всей семьей отдохнуть и посмотреть, как играет наша команда. Я сегодня буду болеть за Славию Музырь и она победит. Тут же и представители сильного пола, которые имеют некоторый стаж футбольного болельщика и свои взгляды на расстановку сил в белорусском клубном футболе. Я уже болею за Славию два года. Меня позвали друзья, а также брат. Я жду победы от Славии. Соперник не сильный. И, конечно, хочется победы. То, что футбол в городе почитаем, можно судить по количеству болельщиков, которые очень любят эту великую игру. И матчи на стадионе Юность уже давно выходят за рамки исключительно спортивного мероприятия. То, что болельщики, конечно, помогают играть лучше, это однозначно. Потому что приятно осознавать, что несмотря на такую ситуацию по поводу ковида, футбольные матчи посещают наши болельщики, наши мазыряне и гости, конечно, нашего города. Ну, а нашим футболистам, конечно же, хотелось бы пожелать такой хорошей сплоченной игры, командной игры. И, конечно, игры на результат. Потому что мы только за победу Славии. Отметим, что победный задел создали дублеры днем ранее на стадионе «Спартака», держа вверх над дублем «Смаргони» 4-0. Голы на счету Марка Стояновича, Александра Конева, Павла Котлярова и Артема Фалинского. А на поле стадиона Юность победу в матче профессиональных команд в красно-черной форме вышли добывать. Капитан команды – голкипер Михаил Барановский, Семен Шестиловский, Евгений Барсуков, Андрей Ольшань, Юрий Недашковский, Андрей Чухлей, Ислан Тлупов, Игорь Тыманюк, Максим Слюсар, Алина Сэр, Али Хасан, Илья Русский. В составе соперников в резерве находился воспитанник мозорского футбола тренера Виктора Васильевича Гурина Иван Молчанов. Восморгоне они не тушевались на поле стадиона Юность, не желая играть вторым номером и уступать инициативу нашей команде, которая в свою очередь настраивалась, во-первых, на первую победу в 31-й чемпионате Республики Беларусь по футболу, во-вторых, на первый гол в Перенестве. Без него победа, в общем-то, и невозможна. Но забить мяч в ворота команды Вячеслава Леонидовича Герасченко, между прочим, чемпиона Беларуси 2000 года в составе Славьи Мозырь, оказалось не так-то и просто. Хорошо действовала защита команды в желтой форме, а стандартные положения, например, угловые удары, к большому сожалению, не несли особую груза воротам соперника. Хотя хотелось бы, чтобы подобные возможности хотя бы заканчивались акцентированными ударами по воротам, но не всегда это возможно, как видим. В свою очередь и соперник не извлекал дивидендов из своих стандартных ситуаций, например, штрафных ударов. Мяч в сторону ворот Михаила Барановского не попадал, что радовало полейских болельщиков. С другой стороны, зрители предпочитали, чтобы их любимая команда больше времени проводила в атаке, а не в обороне собственных воров, что наблюдалось в первом тайме неоднократно. Вообще нельзя сказать, что первые 45 минут этого матча были зрелищными. Скорее, знатоки, специалисты футбола получали удовольствие от тактической борьбы, взаимодействий футболистов, их перемещения по полю. Обычным, скажем так, болельщикам хотелось лихих атак, дриблинга, сильных ударов по возможности издалека и, конечно же, голов, которых обе команды в нынешнем чемпионате страны доселе не забивали. Угловой удар в сторону ворот нашей команды можно назвать этот момент опасным для данной игры. Попытка нашей команды пробиться в штрафную площадь соперника, но данная атака, как и многие другие, останавливалась на подступах к последней зоне обороны Сморгони. Уже на 28-м минуте в составе нашей команды произошла первая замена. Вместо еминского легионера Алинасера Лихасана в игру вступил Александр Раевский, воспитанник полейского футбола и игрок, очень почитаемый болельщиками. Саша должен был, по всей видимости, укрепить центр полузащиты нашей команды, создать некий стержень, вокруг которого можно было бы строить более эффективную игру, чем это было ранее. В принципе, игра оживлялась, пошли предупреждения, первое из которых получил Сергей Мандаренко за задержку нашего игрока и срыв атаки команды хозяев поля. Показалось, что наша команда увеличила активность, вот уже соперники вынуждены чаще фалить, что порой приводило к штрафным ударам практически на самой границе штрафной площади Сморгони. Здесь в исполнении Максима Слюстра получился удар в створ ворот Павла Щербачени. Он отразил угрозу, правда, не зафиксировав мяч. Последующий аут, к сожалению, не привел к первому голу нашей команды в 31-м чемпионате страны по футболу. Но это тогда. А вот на 37-й минуте, после очередного аута на сей раз в исполнении Игоря Т. Манюка, прохода Андрея Ольшаника, его навеса в штрафной площади соперника сутолока получилась, где расторопнее всех оказался Евгений Барсуков, нанесший голевой удар. И то ли он забил этот гол, то ли мяч от Ислама Тлупова влетел в ворота Сморгони. Не столь важно. Главное, свой первый гол в 31-м чемпионате страны наша Славия Мозырь забила. Счет открыла. И уже до перерыва цифры на табло не менялись. 1-0. Отметим в эпизоде с голом как отличную игру Андрея Ольшаника, так и хорошие действия на пятачке Евгения Барсукова и Ислама Тлупова. Через некоторое время вторая желтая карточка была показана Сморгони, в частности, Данилу Ковалеву за фол на Андрея Чухлея. За это нарушение по мнению рефери матча Сергея Стесурина желтой карточки удостоился Александр Раевский, который после остановки игры увидел свое предупреждение. В один из моментов матча Сморгонь буквально насел на ворота Славии Мозырь. Угловой удар у ворот Михаила Барновского гости еще до перерыва всеми силами стремились отограться, чего сделать не удалось. До перерыва болельщики больше не увидели голов. Хотя последовавшие за первым угловым корнеры таили в себе опасность. Но в итоге все для хозяев стадиона «Юной» завершилось благополучно. Более того, после завершения угловой серии Михаил Барновский начал контратаку, которую развил Александр Раевский. Пасом на Максима Слюсара тот сумел выйти на ударную позицию, но, к сожалению, для нашей команды второго угла в тайме не случилось. А вот здесь чуть не случилась травма Игоря Томанюка, грубый фол Владислава Яскевича. Справедливое наказание в виде желтой карточки. И что любопытно, боли в этом матче. Рефини не доставал из кармашка ни желтую, ни красную карточку. Хоть матч свой градус накал страстей повышал. Первый тайм, как мы уже сказали ранее, завершился со счетом 1-0. Команды ушли на перерыв, во время которого состоялся розыгрыш призов от футбольного клуба «Славия Мозырь» и его партнера. Испанская фирма, спортивная одежда и обуви фирмы «Джома». Победителями розыгрыша стали Николай Ародюк, ему, между прочим, повезло дважды. И на счету этого давнего болельщика «Славия Мозырь» сертификат на стрижку в барбершопе «Пространство» и фирменный рюкзак от «Джома». Как у еще одного победителя конкурса «Переди в цветах команды» Анатолия Лаптева. Я всегда участвую в таких конкурсах и сегодня в том числе взял эту антрибутику, которая является показателем моего отношения к команде как болельщика. И естественно я всегда придерживаюсь этого и сегодня даже программу тоже купил, а про «Славию», где написано все. И я считаю, что остальные тоже так же нужно делать и так же принимать участие в этих розыгрышах. Поздравив победителей, перейдем к событиям второго тайма, на которые наша команда вышла с одним изменением в составе. Вместо Андрея Лешаника на поле появился Францис Нарх, любимец полейской футбольной публики, которая, поддерживая своих любимцев, требовала продолжения голевой серии «Славия Мозырь». Но, к большому сожалению, второй мяч подопечный Михаила Алексеевича Мартиновича провести не удавалось. Хотя тот же Нарх, Максим Слюсар, пытались удвоить преимущества своей команды, но не получалось. 56-я минута и третья замена в составе нашей команды. Вместо Ислама Атлупова на поле появился еще один любимец мозорских спортивных болельщиков Владислав Жук, восстанавливающийся от последствий травмы. После две замены провели гости, но мы бы хотели остановить свое внимание на этом штрафном ударе. В исполнении Ильи Рудского. Хороший, хоть и не совсем точный удар нашего 99-го номера. Возможность со штрафного добиться успеха уже со стороны Сморгонии, но в начале стенка остановила мяч, а затем Семен Шестиловский отвел угрозу от своих ворот. В 69-я минута и вместо Максима Слюсара Денис Тетех вошел в игру. После прошло еще две замены у соперника, который пытался как забить ответный гол, так и сохранить свое ворота в неприкосновенности. Вот, кстати, Тетех бил головой по воротам соперника не точно, а жаль. Вообще, в те минуты, казалось, наша команда добьется успеха и обозначит свою победу, чего стоит только следующий момент, когда тот же Тетех снова бил головой после потачи Нарха. А штанга или вратарь, и уж точно вратарь Павел Щербаченя после добивания Игоря Томанюка. Какой момент был в нашей команде, и то ли бьющий недостаточно верно распорядился моментом, то ли голкипер заворожил мяч, но факт остается фактом – гола не случилось. А как известно, не забиваешь ты, забиваешь тебе. И на 82-й минуте матча случилась вот эта атака Сморгонии, развивавшаяся с глубины поля, перешедшая на левый фланг, переместившаяся в штрафную площадь Славии Мозырь и завершившаяся ударом, который вследствие рикошета привел голу в сетку ворот Михаила Барановского, насчет которого и записали этот мяч. 1-1. Второй гол в этой встрече случился, но, к великому сожалению, полейские болельщиков – ворота их любимой Славии Мозырь. Ничья и, кстати, первый гол с Моргони в нынешнем чемпионате. Практически сразу же состоялась пятая и последняя замена в составе нашей команды. Вместо Евгения Барсукова на поле вышел арендованную Минска новичок Славии Мозырь Глеб Жердев, между прочим, 2000 года рождения. У Глеба девятнадцатый номер, и он старался проявить себя в оставшиеся минуты матча, как и его партнеры стремились делать все, чтобы Славия Мозырь снова вышла вперед и одержала первую победу в чемпионате, но не случилось. Не глядя на возможности, которые были, впрочем, спорт и состоит из возможностей для успеха. И только те, кто реализует их, становятся чемпионом. В данном случае, реализуя свои шансы Славия Мозырь, она стала бы победительницей данного матча. Правда, и уступить наша команда могла после подачи углового удара, но это было бы не совсем справедливо, все же итоговые цифры на табло 1-1 отражали происходившее на поле. Встречи третьего тура чемпионата страны между командой из Грудницкой области, Сморгонию и нашей Славией Мозырь. Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли сегодня поддерживать нас до самого конца, кто верил в нас, это самое важное, мы играем для них в первую очередь. Не смогли сегодня добиться победы, старались сыграть слаженно, где-то, может, поле чуть не позволяло, но пропустили неудачный гол как-то в серии каких-то там, не ошибок, каких-то рикошетов, которые привело к нашему голу, нежелательному вообще голу. Надеюсь, это очко станет отправной точкой реально к тому, чтобы мы будем побеждать. Это самое важное, потому что у нас очень хорошая команда, хороший коллектив, хороший теннинский штаб. Здесь же на поле стадиона «Юность» наша команда проведет и следующий матч. В рамках чемпионата страны есть отличная возможность добиться первой турнирной победы, порадовать своих преданных болельщиков. Сейчас хочется просто отдохнуть, проанализировать потом ошибки, обязательно проанализируем и разберем то, что мы не смогли выполнить. И надеюсь, все победы наши будут впереди. Спасибо нашим болельщикам еще раз. Приезжайте на следующую игру, мы вас ждем. Далее традиционная пресс-конференция, которую начал наставник команды гостей Вячеслав Леонидович Герасченко. «Хочу начать с того, чтобы поблагодарить Славию за то, что они пошли нам навстречу и принесли игру в свой город, так как у нас на данный момент проводятся ремонтные работы на поле, и поле, соответственно, к матчу не было готово. Ну, что касается матча, то считаю, что такой, наверное, чисто типичный весенний футбол с очень большим обилием борьбы, единоборств, брака, который зашкаливал, по сути. Ну, считаю, что со стороны, может, некорректно комментировать соперника обеих команд. Ну, пропустили мы какой-то, скажем, такой нелепый гол, наверное, и забили такой, тоже, можно сказать, аналогичный. Ну, считаю, что все-таки был момент еще у Мозыря, когда они могли, скажем так, закрыть игру с углового, когда попали в штангу. Ну, то же самое могу сказать, что после гола мы с углового могли еще забить мяч и завершить игру победой. Ну, наверное, все-таки возьму на себя смелость прокомментировать, что игра закончилась, наверное, справедливо». В этом году «Сморгонь» попала в высшую лигу чемпионат страны все же благодаря обстоятельствам. В связи с этим следующий вопрос. Насколько трудно сражаться Вячеславу Леонидовичу со своими подопечными соперниками, которые все же рангом повыше. Хотя, вне всяких сомнений, игры в главной дивизионе белорусского футбола интересны как футболистам, так и болельщикам «Сморгоне». «И трудно, и интересно, соответственно. Понятно, что, еще раз повторюсь, что мы не фавориты в этой лиге. Но, тем не менее, все-таки высшая лига – это высшая лига. Играть в высшей лиге, наверное, и приятнее. Хотя, понятно, что здесь намного тяжелее. Ну и, как вы говорите, намного интереснее». Вячеслав Герасченко в 2000 году стал чемпионом в составе «Мозорской славии». И вспоминает ли те годы сегодня главный тренер «Сморгоне». Почувствовал ли Вячеслав Леонидович на матче в столице Полесья настоящую футбольную атмосферу? «Мозор все время был футбольный город. И атмосфера сохранилась. И сегодня, я считаю, что болельщиков было достаточно много. Ну, а те годы, конечно, как можно не вспоминать, годы, когда ты был чемпионом, когда поздравляли, когда приходил целый стадион, конечно, это все сохранилось понятию». Далее комментарий матча со стороны главного тренера нашей команды – футбольного клуба «Славия Мозорь». «Особо комментировать нечего. Много борьбы, мало футбола. Отсюда и нет результата положительного для нас. Не считаю, что ничья для нас положительный результат в сегодняшней игре. При всем уже не к сопернику, но дома должны были брать тречка». В преддверии этого матча в жизни нашего клуба произошло историческое событие. 3 апреля открылся фан-шоп «Славия Мозорь», который ранее работал только во время домашних матчей полейского клуба на стадионе «Юность». «Да, мы открыли фан-шоп впервые в истории футбольного клуба «Славия Мозорь». Он находится по адресу улица Интернациональная, 48. Там есть наша футбольная атрибутика в различном ассортименте. И это намного удобнее сейчас стало для болельщиков и любителей футбола, так как они могут в любое удобное для них время приехать и приобрести интересующие их товары. Будут ли проходить в этом магазине атрибутики акции, связанные с командой, с матчами футбольного клуба «Славия Мозорь»? «Да, перед этой игрой мы уже сделали первую акцию. Она заключалась в том, что если болельщик приобретает товары на сумму 10 рублей, он получает бесплатный флайер на игру. Обязательно будем делать акции, будем проводить такие совместные розыгрыши и радовать наших болельщиков». Другие матчи третьего тура чемпионата Республики Беларусь по футболу принесли следующие результаты. Неман-Динамо-Брест 0-1, Батэ-Гомель 3-2, Спутник-Минск 0-1, Шахтер-Исла 4-0, Торпеды-Белас-Витебск 1-0, Динамомин-Слуцк этот же счет и, наконец, Рух-Энергетик-БГУ 0-0. Новый четвертый тур стартует уже на этой неделе поединком столичного энергетика БГУ и Реческого спутника. Продолжится в субботу 10 апреля Ислач, Рух, Слуцк, Торпеды-Белас, Динамоминск, Динамо-Брест. Наконец, воскресенье 11 апреля Минск, Батэ, Сморгонь, Шахтер, Гомель, Неман. И 11 апреля воскресенье в Мозыре на стадионе «Юность» в 6 часов вечера «Славия». Мозырь принимает «Витебск». Встреча дублеров днем ранее на стадионе «Спартак» в 16.00. Ну что ж, дорогие друзья, победа не была одержана. С другой стороны, забит первый гол в 31-м чемпионате страны «Славия» и «Мозырь». Заработано первое результативное очко. Надеемся, в следующем матче будет и победа. Приходите на футбол, болейте за футбольный клуб «Славия» и «Мозырь». Берегите себя. На сегодня это все. С вами был Футбольное обозрение. Евгений Монархович и Элик Фиснер. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин